Телеканал КРТ представляет Но обо всем по порядку. 17 июля госсекретарь США Майк Помпео заявил о том, что администрация президента страны Дональда Трампа прорабатывает запрет на въезд в Соединенные Штаты для членов Коммунистической партии Китая и их семей. При этом Помпео отметил, что китайские власти насаждают в Гонконге цензуру и пояснил, что сейчас администрация Трампа находится в поиске верного решения. Госсекретарь отказался комментировать меры, которые находятся на стадии разработки, а также подчеркнул, что окончательное решение будет принято американским президентом. Информация о том, что Белый дом готовит запрет на въезд в Соединенные Штаты всех китайских коммунистов, просочилась в западную прессу несколькими днями ранее. Вот что писала об этом британская The Guardian, комментируя публикации своих коллег из других изданий. Цитата. При этом Китай считает ложными сообщения американских СМИ о том, что власти США планируют запретить въезд в страну членам Коммунистической партии Китая. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньинь. Цитата. Мы обратили внимание на материалы, опубликованные в американских СМИ о том, что США собираются ввести ограничения на поездки членов КПК и их родственников. Поскольку власти Соединенных Штатов так и не подтвердили данную информацию, мы склонны относить подобные новости к категории ложных информационных сообщений. Заявление китайской стороны прозвучало в тот же день, когда госсекретарь США Майкл Помпео фактически признал, что подобные меры рассматриваются. Впрочем, понять китайцев можно. В дипломатии не принято комментировать слухи о каких-либо готовящихся событиях или решениях. Только свершившиеся факты. Этому, кстати, следовало бы поучиться некоторым украинским политикам, чрезмерно увлекающимся комментированием журналистских инсайдов. Наряду со слухами о возможном введении запрета на въезд в США для китайских коммунистов, на минувшей неделе Вашингтон резко обострил риторику в отношении претензий КНР на всю территорию Южно-Китайского моря. 13 июля на сайте Госдепартамента США было опубликовано соответствующее заявление. Процитируем основные его тезисы. Поскольку Пекин не смог выдвинуть законные последовательные претензии на территории в Южно-Китайском море, Соединенные Штаты отклоняют любые претензии КНР на воды за пределами территориальных в 12 морских миль, полученных от включения в свой состав островов Спратли, без ущерба для других государств на такие острова претендующих. Таким образом, Соединенные Штаты отклоняют любые претензии КНР на морские воды, окружающие ряд бухт Вьетнама, Малайзии и Брунея. Любые действия КНР, направленные против рыбной ловли или разработки углеводородов в этих водах других государств, или осуществления таких действий в одностороннем порядке, являются незаконными. В лучших традициях так называемой дипломатии канонерок, свой дипломатический вызов Китаю американцы подтвердили введением в Южно-Китайское море двух авианосцев. Вот как описывало это событие 17 июля агентство CNN. Цитата. «Два авианосца ВМС США вновь провели редкие двойные учения в Южно-Китайском море. Второй раз в этом месяце массивные военные корабли объединились для действий в спорных водах». Для понимания того, почему именно в Южно-Китайском море США решили нанести Китаю очередной дипломатический удар, следует объяснить, что значит этот регион для КНР. В Пекине всю территорию Южно-Китайского моря рассматривают как приоритетную зону своей экономической и политической экспансии. За счет претензий на весь архипелаг островов Спратли, на который также претендуют Вьетнам, Тайвань, Малайзия, Филиппины и Бруней, китайцы рассматривают всю территорию моря, за исключением 12-километровых полос по берегам других государств, как свои территориальные воды. Насколько это справедливо с международно-правовой точки зрения, можно спорить. Но факт остается фактом. Китайцы хотят быть исключительными хозяевами всех полезных ископаемых, залегающих на дне моря, и в регионе нет ни одной страны, сопоставимой с КНР по уровню военной и экономической мощи. Ресурсы со дна моря нужны китайской промышленности, как воздух. Будучи фабрикой мира, Китай постоянно нуждается в сырье. В первую очередь в углеводородах. На сегодняшний день ни кооперация с Россией, ни с Ираном и Туркменистаном не способны в полной мере удовлетворить его потребности в нефти и газе. В Министерстве геологических ресурсов и горного дела КНР подсчитали, что в Южно-Китайском море может залегать 17,7 млрд тонн нефти, в то время как, например, нефтедобывающий Кувейт имеет 13 млрд тонн. И хотя специалисты из других стран оценивают нефтяные запасы Южно-Китайского моря скромнее, после озвучивания этих цифр претензии китайцев на регион становятся понятны. Что же касается попыток США спорить эти претензии, они также вполне объяснимы. Пока Китай не располагает флотом, сравнимым по своему могуществу с американским, Штаты будут активно использовать свое преимущество для беспокоящих действий в китайском подбрюшье. В этих условиях неудивительно, что обычно предельно сдержанная китайская дипломатическая риторика в последнее время все больше ужесточается. Например, 18 июля по итогам телефонного разговора главы МИД КНР Ван И со своим российским коллегой Сергеем Лавровым китайское дипломатическое ведомство процитировало следующие слова своего руководителя. США перекладывают на других свои обязательства, используют пандемию для дискредитации других стран и сваливания вины на других. Они не останавливаются ни перед чем, даже создают горячие точки и противостояние в международных отношениях. Они уже утратили разум, нравственность и доверие. Тот факт, что подобное заявление было сделано именно в разговоре с Лавровым, не случайен. Видя нарастающее давление со стороны Соединенных Штатов, Китай стремится создать некий антиамериканский союз, в котором Россия видится вполне логичным элементом. Далее по тексту сообщения о телефонном разговоре двух министров прямо указано, что КНР и РФ должны продолжать продвигать на более высокий уровень двусторонние отношения, а также работать вместе со странами, которые, цитата, «занимают объективную и справедливую позицию». Собственно, на языке дипломатии это и означает прямое предложение дружить против дряхлеющего мирового геремона. В ближайшие месяцы и годы именно противостояние по линии США-Китай будет основной темой международных отношений. Уверен, практически ни одна неделя не обойдется без новостей на эту тему.